Ну как ты, Джин, здорово? Хорошо Машинный двор, все, что мы договаривались, по-моему Как договаривались, сделали А тебе надо такая площадка машинного двора? Машин много Мы перенесли все со свиноводческого комплекса же Сегодня порядка 60 тарторов На этой базе будет 25 комбайнов Около 40 автомобилей Ну, короче, нужна Она будет заставлена И мы очень благодарим вас А ты полностью закончил его? Полностью, да Комплекс рассчитан на 2400 Сейчас 2240 Где-то 160 голов Мы уводим сейчас, метеля расстеливаются Мы уводим И к октябрю, начало октября Этот комплекс будет полностью заполнен по голове 2400 Комплекс полностью закончен Ничего не надо делать Доделывать, да? Значит, доделывать не этот комплекс Этот комплекс теряет свою значимость И силу, если не сделать вторую очередь Которая была запланирована И что, ты хочешь построить второй комплекс Под корм? Нет, четыре стани надо поставить И там будет выращивание телочек Они, часть пойдут на воспроизводство На комплекс сюда А часть, возможно, будет продажей Или пойдут на другой комплекс И тогда это получится совсем другие деньги От этих коров, от этого молока Всех бычковских Ты не смотрел опыт Белынирской родины По откорму? Там откормлено? Был, был у него еще, когда он был жив Тебе не нравится опыт Лопатентова? Почему? Ты же восстанавливал здание Там будешь откармливать быков А там ничего и восстанавливать не надо Ну, что значит мы восстанавливали? А, Садёч, здание мы не восстанавливали Мы просто обменяли чуть крышу Я говорю о другом Что мне чем понравился Лопатентова опыт Царство ему небесное Что там затрат никаких нет Там загон Дощатый сарай Где они кормят скот Скотина зашла Покушала Он всю солому в загон Коровы перемалывают Все получается хорошая органика Обычное рядовое хозяйство Я тебе скажу У него выпендрежи вот такого не было Но хозяйство было очень рентабельно Вот это у нас получается Четыре промышленных, будем называть их, сарая Где производится молоко Тут все коровы? Коровы все Тут они идут как? Вот оттуда мы сейчас пойдем по нему Допустим Это высокоудойная Это на раздое они стоят А там они где-то сто дней А растол мы там посетим дальше немножко Родильное отделение То есть есть родилка Есть родилка Раздой вы сделали? Раздой и все Коровы с родилки поступают на то здание раздоя Значит 100 дней После 100 дней Оператор смотрит удой И дальше они пошли по коровникам По удою ставится уже Ну скажем, с четырех коровников идут в доильный блок? С четырех На каждые два коровника вот молочный блок То есть это два молочных блока? Да, два молочных блока С одного-двух коровников молоко поступают сюда И тут оно отгружается Все эти сараи дойные По цене? 71,2 миллиона была стоимость вот этого всего проекта Ну, Александр Деоргиевич Надо время, чтобы вообще дать вот эту финансовую оценку Такая технология должна быть в республике Какая? Вот такая роботизированная Сегодня на данной ферме роботы А я не против роботов Я по цене говорю Ну, с ценой Это дворец Это понятно Дай бог, чтобы у нас были деньги на строительство таких дворцов Была поставлена задача Определить оптимальный молочно-товарный комплекс по цене Вот они экспериментировали И я ему задаю вопрос Этот комплекс соответствует технологии те же Соответствует он другим Это дешевле, дороже На треть, оказывается, здесь мы вложили средств больше То есть он оказался дороже того комплекса оптимального, который мы выбрали Наша задача за следующую пятилетку уйти с этих диких ферм Надо строить комплексы Не такие, конечно, дворцы, а надо строить технологичные комплексы Дешевые Надо вернуться к цене Нам надо определиться, сколько будет стоить комплекс На две тысячи вот такой, как у него с половиной На полторы тысячи, на тысячу двести, на восемьсот голов Оптимальная цена С ферм этих, где ведра доят до сих пор Нам надо уходить, уходить на комплексы Тогда будет нормальное молоко и прочее И людей будем нормально кормить Пока мы 75% это прилично Но 25% молока мы доим на этих фермах Всех этих коров надо переводить в такие комплексы Но он должен быть комплекс оптимальный по цене Поэтому надо определить оптимальную цену комплекса Я не говорю, что там дешевый должен быть дорогой Скупой платит дважды Но лишних денег нет в стране И мы должны четко понимать, сколько стоит оптимальный комплекс На две с половиной тысячи, вот как у него Сколько на тысячу двести будет комплекс строить Вывод один В следующей пятилетке Все дойное стадо должно быть технологично переведено в комплексы Такие, подобные, неважно Мы уже технологии наработали Мы не должны обманывать самих себя И других людей, находясь в центре Европы И доить молокопроводы или там еще где-то вручную может доесть Это ты знаешь, что это за молоко Объемы, конечно, производства позволили нам получить и выручки больше на 22% и прибыли Что у тебя со складами? Александр Ильич, самое главное запасение месяца, начиная с мая Мы май к апрелю добавили 106% в реализацию к прошлому году Май к маю 110% и июнь То есть у нас теперь пошло снижение складов То есть слава богу При увеличении продукта Значит, тенденция к снижению Пошла, да, пошла тенденция Цены Цены держим Мы ничего не уменьшили, ни одной цены Мы сопротивляемся А почему в данный момент у вас пошло снижение запасов? Рынки оживают Ну, он как-то прогнозировался, Александр Григорьевич Июнь, июль к июню месяца прогнозировалось Но оно вот динамика такая, как кардиограмма И прошлый год примерно такое было Но вот июль всегда, июнь как-то идет оживление И мы надеемся вообще к сентябру выйти на хорошие такие реализации И в Россию, и в Китай поставлять Что у вас с этим сухим молоком? Можно держать и три года молоко может лежать Но это нормально или нет? Это ненормально Конечно, хотелось бы, чтобы оно улетало Но вот время такое пришло Но мы выкрутимся с этой ситуации, Александр Григорьевич Мы просто, понимаете, китайцы хотят Вот берут сухое молоко, оно же порошок И они прессуют конфетный вид Вот надо у нас это делать Я так прикинул, думаю Ну это надо прессовальный какой-то станок поставить И это перерабатывать И добавляют они Где-то надо мед добавить Где-то сахар, китайцы сахар не приемлем Но хочешь сахар добавь немножко Ну чтобы, хочешь добавь траву какую-то, еще что-то Это хороший продукт И если сейчас этим заниматься Я попробовал на вкус Ну это, конечно, не мое, но приемлемо То есть надо вертеться сейчас и думать Не сырье вывозить Это мы же сырье вывозим Полуфабрикат А вывозить готовую продукцию Ну уборочная площадь у нас будет составлять 2 миллиона 311 Вот 114 тысяч мы меньше, чем в прошлом году Урожай у нас будет Мы запланировали, Савин Константинович, самый минимальный 32 центнера Вот это не заоблачная цель Хорошо, сколько мы не добираем из твоих расчетов? Нам требуется для обеспечения полностью Нашего животноводства, но это по самой верхней планке Сделали постановление по закупке 500 тысяч тонн Из Российской Федерации выделены денежные средства Понятно, значит, если мы закупаем полмиллиона А это вполне возможно Дешевое зерно хватает Не исключено, что цены еще просядут Но надо закупить И даже если будет где-то близко к себестоимости Покупное зерно близко к себестоимости Так если мощности есть, надо закупить и положить Это же я говорил, золотовалютный резерв Этот запас Зерно всегда пригодится Это один из четырех, да? Это один из четырех сараев Да, значит, кормонавозный проход Дельта-скрепер Лешки Вентиляция Кормовой стол Значит, здесь раздой У нас получается 8 килограммов комбикорма Вот там вот разного В зависимости от продуктивности Мы вводим кормосмесь А остальное 250 грамм на 100 На литр молока Остальное делает компьютер Робот Когда ты Два года Сюда завез последнюю партию Вчера, позавчера Они поступают два раза в месяц По 30 килограммов в месяц Центральный канал Оно все идет Насосами катается туда, в лагуна Там стоят насосы И целый год Экипаж четырех бочек Вот все это дело вносится вот за башню То есть ты уже зимовал на этом Конечно Это даже вариант телятника Лучше, чем мы поставили там у себя Почему? Потому что мы там поставили просто крышу металлическую А здесь ценыч-панель положили Она не плачет зимой Все-таки Витебщина Вот это перепады температуры А целятник очень удобный Очень хороший И обслуживание Вот эти станки Которые у нас Наши белорусские Вообще идеальный вариант Верхнедвинский на Витебске Верхнедвинский на Витебске Ну полтора Это полтора Так разрабатывать документарь Вы знаете, как сегодня документарь разрабатывают? Зачем мне знать? Начинай завтра строиться Так вот, подойте Ты заказываешь проект Есть проектный институт С большим штатом Всякими специалистами и так далее Да-да-да-да Все, ты заплатил гроши Все отдал Ага, беру твой проект Отдают на экспертизу Экспертиза Проект Вот я на Комикормовый завод Три месяца я делаю проект А потом четыре месяца я прохожу экспертизу Начинают ковырять туда-сюда Когда ты готов начать строиться? В начале следующего года Зачем? Сегодня начинай Но без проекта Я тебе разрешаю Строй, как ты считаешь нужным Хорошо А я иногда тут буду Я посмотрю, как ты выполнишь это Но экспертиза очень сложная А ты ответишь головой за вот эти сроки Я вам тысячу раз говорю Прекратите бюрократию эту А потом Это все в ваших руках Района Района и области Почему ему год надо на проектирование и экспертизу? По логике идет такая Я не по логике, а на практике Все будем строить без проекта по способу Делать так, как ты считаешь нужным Так, понимаете Что я понимаю? Вот сейчас я ввожу объект сушилка и хранение зерна Сушилка Амкадор произвел сушилку Мы их четыре до этого поставили Проблем не было Что фундаменты Можно хоспостом залить Фундамент поставить Естественно Я строил и заливал Идет проект Дальше приводится сушилка Но приезжают экологи и говорят Надо площадки отбора проб Каких проб? Я зерно привез с поля Зерно Ну там, да, есть какая-то пыль Но на полевая пыль На площадку эту надо лестницу Под 60 градусов На лестницу надо там фундаменты определенные Кому это надо? Это отборы проб Я понимаю, там где шины перерабатываются В рабочем парадке Да, нет, но есть проблема Значит Эти вопросы надо снять сегодня За волокиту ответите Тысячу раз же сказал инициативно По жилью приняли решение В деревне хочет человек или в городе Частное жилье строить Иди и строй, как ты считаешь нужным Я ему говорю сейчас Иди и строй, как ты считаешь нужным А он не готов психологически Он мне начинает говорить, что от него требуется Завтра Начинай заливать фундаменты и строить Ни у кого не спрашивай А если ты считаешь нужным у кого-то спросить Иди и спрашивай Только ты решай, а не кто-то Мы жилье строим сейчас так Частные, правда, дома Хорошо Хочет человек построить крышу там железобетонную Пусть строит Обвалится ему на голову Он будет отвечать Помимо молока и двородного скота У нас имеется научный комплекс И цех у мясной переработки 20-го года Из них 13 серьезных магазинов Которые обеспечивают сегодня Разными товарами Протой и нашей продукцией Хочу предложить вам Дегустационный наш залчик Небольшой Чтобы вы оценили наши подходы Вот Отсюда все полукопченые натуральные продукты Вот это вырезка Вот эти все грудинки Вот окорочка Значит Грудинка Удивительный продукт Такой Вот мои внуки любят Бекон этот Соленое Рулеты Значит Сальтисоны Все перерабатывается Короче это все твое Все А кровь, кровянка Вот Вот Кровянка Мы собираем Все Перерабатываем Вот Сальтисон Удивительный сальтисон С печенью Ну хорошо Я уже есть хочу А ты Где сальтисон Вот Сальтисон Попробуй сальтисон Или Ну ты же С удовольствием Потому что После вас Ну перебери Ты же вырос не на сальтисонах А на копченой колбасе Я очень люблю такой продукт Я тоже Хороший Без лишних А вот А вот Пляхи Это Это рубцы Это рубцы Требухи Знаете Это рецепт Мы посмотрели Они очень козырные Это польские национальные Да Да Ополя Тебе придумали Да Я очень люблю Не все у них плохо Не все у них плохо Ну это конечно Совершенство Да Это все видите С морковочкой С овощами Ну все такое Кто это делает Это орша делает Когда-то было такое мороженое Моя родина Научилась мороженое Да Так они же раньше делали Помню Ну раньше было А вот сейчас Вот пусть Просто попробуйте Наше детство Спасибо До здоровья Я рад что У меня на родине Мороженое хорошее Доделаем Хорошо Потом пригласить Хорошо Но имею в виду Да Вот если тебе что-то надо Ты в комитет госконтроля Звони сразу Хорошо Напрямую звони Хорошо Спасибо Телефон тебе поможет Подтолкнет Ну начинай строить Спасибо Начинь Чтобы потом не получилось Сказал А не получилось сделать Нет сделаем Это просто жизненно необходимо Вот для этой площадки Нет в этом году Чтоб ты начал Ты же говоришь бюрократия Вот начинай строить Начнем Начнем Субтитры сделал DimaTorzok